Друзья, всем привет! Арина Соболенко. Арина, как ты это делаешь? Я даже не про камбэйки. Вот как вот состояние, когда вот так вот ракетка скачет от корта, когда идет какой-то поток в сторону команды, ты превращаешься в спортсмена, который переворачивает ход второй партии и вырывает все на тайбрейке в третьем сете. Вот говоришь, я не знаю, как, если честно. Да я не знаю, наверное, это уже какой-то опыт. Я уже столько раз себя заводила в такое состояние, из которого невозможно вернуться, и там вот есть такая вот грань, вот эта вот линия, да, которую вот если переходишь, все как бы, можно, в принципе, сниматься. И вот я сегодня себя настановила прямо перед этой гранью, и вот этот поток в сторону команды, он иногда и помогает, потому что ты просто все выхлестываешь, это все туда, и как-то вот опустошаешься и заново начинаешь себя собирать по кусочкам. Ну и как-то я вот эту агрессию перевернула в такую спортивную, что ли, и просто надеялась, что я в какой-то момент смогу перевернуть ход этого матча, потому что, ну, как бы уровень был очень высокий, и, скажем так, я настолько сильно провалилась эмоционально и физически, что я уже сама в себя не верила, но каким-то образом как это, не знаю, зубами просто выгрызла эту победу. Я сейчас в эфир выходила после твоего матча и сказала как раз о том, что вот твои выплески в команде, такое ощущение, что они тебя в хорошем смысле, вот ты обнуляешься, вот этот негатив весь сбрасываешь, по моим ощущениям, с трибуны, то есть я права. Ну да, потому что, как бы, я очень долго работала с психологами, и в какой-то момент я просто поняла, что вот это вот сдерживайте себя, оставайся позитивной, там, улыбнись, это же дышим, 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 это все никогда не помогает, потому что когда ты уже там кипишь внутри, и ты еще и пытаешься сдержать, то вот это вот состояние вот этого ненависти, агрессии и недовольства, она только просто, она как этот какой-то, не знаю, шар все больше и больше становится, и просто улетаешь в такой космос, что оттуда уже не вернуться, и наоборот, когда вот это все выплеснуло, кинуло эту ракетку, разозлилось там, послало кого-то из команды, оно как-то вот все вышло, и ты такой, так, ладно, теперь можно подумать, поработать, да, как-то. Арина, это мое любимое видео, Эва, я его называю, Арина решает свои трудности, комментируй, пожалуйста. Ну вот я же говорю, да, как бы ты это все выплескиваешь туда, и оно как-то вот так помогает, знаешь, я не знаю, просто какой-то хренью страдаем постоянно, это какой-то, не знаю, какая-то зубная наша команда, постоянно занимается какую-то хрень. Но это же очень классно, вы живые люди, но мы просто как-то не пытаемся быть очень серьезными, мы вот какие мы есть. Последний вопрос, я тебя отпускаю, время позднее. Офигенный прием при счете 4-1 на тайбрейке, ты взяла сначала челлендж, отменила подачу Лены, и со второго мяча приняла просто фантастически. Это один из кульминационных моментов тайбрейка? Я думаю, что да, это такой мини-минибрейк был, и он дал мне больше, так сказать, дыхание, свободу на тайбрейке, очень важную булочку. И, честно говоря, я не знаю, почему я приняла решение оттуда уже бить, потому что, наверное, весь матч немножко играла, наверное, прямо линейно, и как-то уже видела, что она там готовится, и я решила, что, ну, как это, кто не рискует, тот не пьет шампанское, поэтому давай, Ирина, все получится. Мы тебе желаем, что после финала ты выпила очень много шампанского. Да там Рим и после уже как не напьешься. Ну, все равно. Можно чуть-чуть под шофе и в Рим. Ну да, можно, там есть немножко пару дней, как это сказать, офф, поэтому. Можешь себе позволить. Короче, да. Надеюсь. Богиня может себе все позволить. Да. Друзья, Арина Саваренко, отпускаем. Господь, пожалуйста. Благодарю. Вы тоже отдыхайте. Это важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.